Библейский портал экзегет.ру представляет 41-й псалом читаю для библейского портала экзегет в переводе российского библейского общества, переводчик Михаил Селезнёв. Вот 41-й псалом у нас открывает вторую часть псалтири. Казалось бы, эти части, в общем-то, нигде не размечены, но они очень ощутимо выделяются. Первая часть закончилась в конце 40-го, и слова, которые там идут «Аминь», «Аминь», они по сей день в молитве обозначают завершение какой-то молитвы или, по крайней мере, какой-то важной её части. И меняется немножко тематика. Вот первая часть у нас была в основном псалмы Давида, здесь будут псалмы, которые будут носить немножко другие заглавия. Но дело не только в заглавиях. В принципе, псалтирь — это такое сложно устроенное единство, где есть сквозные темы, и они с первого до последнего псалма присутствуют. Безусловно, тема веры, просьбы, молитвы. Но они раскрываются немножко по-разному. Мы видели, когда мы читали псалмы первой части, некоторую динамику. И динамика видна и между вот этими частями тоже. То есть первая часть — это человек, скорее всего, царь, в основном царь, который просит Бога о помощи. Это вот главная фигура. Вторая часть, она скорее священническая. Здесь мы видим уже немножко другое. Вот 41-й псалм имеет подзаголовок «Начальник у хора псалм с сынов короха песни искусная». Ну, песни искусная — это такой достаточно условный перевод еврейского термина, который здесь встречается и который обозначает некоторый жанр. А кто такие сыны короха? Ну, корох или корей в синодальном переводе, его еще с корейцами часто путают, потому что звучит похоже, это, собственно говоря, один из священников, которые спорили, вот, по крайней мере, этот самый корох спорил с Моисеем и Аароном и был противником их, но, тем не менее, он оставил потомство, да, и это потомство все-таки было частью левитского сословия, да. Ну, смотрите, кто это такие сыны короха? Это некоторая группа левитов, которая исполняла определенное служение при храме, мы, может быть, точно не знаем какое. И вот они говорят о своей вере, да, это уже не человек одинокий, допустим, Давид, который скитается и молится Богу, это уже некоторое такое организованное богопочитание. И 41-й задает, конечно, основную тему этой второй части Псалтирия. «Как олень стремится к потокам воды, так душа моя жаждет себя, Боже, душа моя жаждет Бога, Бога живого. Когда я приду и предстану пред Богом, днем и ночью слезы стали пищей моей, каждый день слышу я, где же Бог твой? Вспоминаю об этом плачет душа моя, но я приду в обитель прославленного, в дом Божий, под звуки радости, среди словословий людей ликующих. Что же ты унываешь, душа моя, и что ты печалишься, уповая на Бога? Я еще буду славить Его, Он мой Спаситель и Бог мой. Унывает душа моя, я о тебе вспоминаю на земле и Орданской, на горах Хермонской, горе Мицар. Пучина зовет пучину голосом водопадов твоих, все волы и волны твои надо мной прошли. Днем я ведь милость свою, Господь, и ночью песнь Ему у меня на устах, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу твердыни мои, почему ты забыл меня? Почему я поникший хожу, и меня оскорбляет враг? Словно кости мои все перебиты, меня дразнят враги, каждый день говорят, где же Бог твой? Что же ты унываешь, душа моя, и что-то печальное? Уповай на Бога, я еще буду славить Его, Он мой Спаситель и Бог мой. Вроде бы все то же самое, что мы видели в первой части. Молящийся, который испытывает какие-то трудности, у которого есть какие-то враги, но враги эти глубоко на периферии его внимания. Он не о них говорит. В первой части много очень было о них, целые псалмы были им посвящены. А здесь скорее ощущение некоторой оставленности, скорее ощущение человека, который стремится к Богу, но вот как-то не встречается с ним здесь и сейчас, и не знает, как ему встретиться. И образ, который идет в самом начале, как олень стремится к потокам воды, так душа моя жаждет себя, Боже. Там довольно сухой климат в этих странах, и мы хорошо себе представляем, как животные стремятся к водопою, когда мы жаждем, первое, что мы вообще ищем вокруг себя, это какой-то источник воды, все остальное уже нам не важно. И вот здесь Бог уже не просто некая высшая сила, которая поможет человеку. В первой части в основном было так. А он есть то, чего человек хочет. И в чем его проблема, мы даже так и не понимаем. Он плачет, днем и ночью слезы стали пищей моей, каждый день слышу я, где же Бог твой? Что это? Нападение, болезнь, какие-то конфликты. Вот просто не складывается все в жизни. Или депрессия, в конце концов, у него случилась. Тогда не знали этого слова, но в депрессии это были. Мы не знаем. И ответ, который он находит, ну, я приду в обитель прославленного в Дом Божий под звуки радости среди словословий людей ликующих. То есть его выход, его решение этой проблемы – это участие в храмовом богослужении. Вот победу над врагами его не особенно занимает. Царя она занимает, конечно. А это какой-то левит, священнослужитель, тот, кто в храме молится. И для него возможность участвовать в этой молитве есть самое главное. Здесь есть география. Я тебе вспоминаю на земле Иорданской, на холмах Хермонской, горе Митсар. Ну, дело в том, что это довольно разные места. Хермонская гора – это Галилея, север Галилея. И Иорданская земля – это, наоборот, восток святой земли. То есть получается, что он одновременно… Может быть, этот псалом сочиняли во времена разделенного уже царства. Он одновременно в северном и в южном царстве находится, в Иудее, в Израиле. И тогда это какой-то собирательный образ. То есть это не то, что отдельный человек, у которого что-то в жизни не складывается, и он молится Богу. Это, скорее, такой образ всех людей. С севера, с юга эти два царства враждовали часто между собой. Или там с востока и запада, хотя здесь это не названо. У которого просто вот есть в жизни проблемы. Ну, у каждого из нас они есть, правда? И вот выход. Выход – это молитва, выход – это стремление к Богу. И смотрите, образ воды. Вообще вода обычно в Библии – это образ какой-то враждебной стихии, но она разливается, она не подконтрольна человеку. А здесь вода – это то, без чего жить нельзя. В конце концов, мы каждый день пьем воду. Без этого очень быстро умрем. И, с одной стороны, он стремится, как олень к водопою, а, с другой стороны, Пучина зовет Пучину голосом водопадов твоих. Вот кто бывал в Галилейских горах, наверное, себе это представляет. Может быть, это действительно где-то неподалеку от Хермона было, где вот эти вот потоки, они низвергаются, и водопады, пусть там не Ниагара, конечно, но они там есть, и такие бурные потоки. И Пучина зовет Пучину. Что это? Может быть, это вот морская Пучина и, допустим, воды, которые над небесной твердью, как они это понимали, и они друг друга призывают. А может быть, это какая-то бездна, то есть вот та бездна, то вот огромное море, к которому он стремится, и мы называем его словом Бог, и та бездна, то огромное море, которое внутри него. И вот они должны слиться в какой-то момент. Но сейчас этого не происходит, и поэтому Пучина призывает Пучину. И тем не менее, хотя, ну вот, не состоялась эта встреча, по крайней мере, он ощущает ее как несостоявшаяся, тем не менее, эта встреча потихоньку происходит. Днем я ведь милый свой Господь, и ночью песни ему у меня на устах. Вот, понятно, что это описание такого постоянного общения с Богом, когда человек ощущает, что он получает ответ от Него, когда даже ночью не смолкает его молитвы. Мы спросим, когда же он спит. Да неважно, он спит, ест, гуляет, работает, он все время молится, да, вот он делает это в Божьем присутствии. Для этого не обязательно стоять в какой-то особой молитвенной позе и произносить какие-то особые тексты. Вот песня на устах, это не то, что он поет с утра до вечера, да, это то, что каждое его дыхание, может быть, становится такой песней. И все же, почему ты забыл меня, словно кости мои все перебиты. Вот это ощущение, когда ты пытаешься, ты рвешься, ты стремишься куда-то, а ничего не получается. Тоже, наверное, хорошо нам знакомый. И вывод, который как будто ни о чем, он уже был в начале псалмана, он повторяется еще раз в конце. Что же ты унываешь, душа моя, что ты печально? Уповай на Бога, я еще буду славить Его, Он мой спаситель и Бог мой. Собственно, ничего другого не остается, да, вот молитва как способ не только добиться результата. Это первая часть псалтирия во многом была о том, что, Господи, ну накажу уже моих врагов, сколько же можно это терпеть. Но как способ жить, вот как способ преодолевать эту печаль, эту растерянность, просто больше ничего не остается, кроме этой молитвы. И вот так мы входим во вторую часть псалтирии, и здесь мы тоже, конечно, увидим некоторое развитие. И если первая часть началась с первого псалма, где был образ прекрасного дерева, растущего у потоков вод, да, то есть рядом с Богом, с Его законом, то есть здесь мы видим оленя, который стремится к этим потокам вод, чтобы напиться. И разница есть, дерево статично, оно растет и растет. А олень, он бежит по пустыне, за ним, может быть, гонятся охотники или хищники, и вот он прибегает к этой воде, чтобы напиться. Это тоже некоторое развитие, да, вот первая часть статично отчасти, вторая часть псалтирия – это движение, порыв, и дальше в 42-м и следующих псалмах мы прочитаем, как этот порыв осуществляется. Продолжение следует...